Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданц! Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Shellshock 2. Кровавый след. Несерьёзное продолжение шутера про вьетнамскую войну с кровищей и монстрами. The Royal Marines. Команда. Полный провал и очередной гвоздь в крышку гроба разработчиков. Armageddon Riders. Задорные гоночки без какого-либо внятного сюжета и с довольно однообразным геймплеем. iFluid. Игре не хватает размаха и проработанности. Главная фишка – полная поддержка физикс. Shellshock 2. Кровавый след. Второсортный экшен с огромной приставкой трэш. По определённым причинам игру запретили в нескольких странах, а издатель, не стесняясь, использует эту информацию для привлечения внимания. Что представляет собой этот проект, мы расскажем вам прямо сейчас. В 2004 году компания AIDAS обещала шокировать и показать настоящую вьетнамскую войну. Жестокую, грязную, беспощадную. Результат оказался бесконечно далёк от этих заявлений. Игра Shellshock. NAM67 оказалась эдаким хромоногим шутером. Этот продукт – живая иллюстрация той колоссальной разницы, которая прилегает между маркетингом игры и её сутью. Спустя 4 года AIDAS снова прибегает к чудесам маркетинга. В Голливуде есть такой известный приём, когда готовому фильму вдруг перерисовывают постер, меняют слоган и пытаются продать совершенно другой аудитории. В случае с Shellshock 2 AIDAS сделает нечто похожее, только наоборот. Известной в определённых кругах игры при Вьетнам делается внушительная трэш-инъекция. Рекомендуемые системные требования – двуэнерный процессор с частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 7 ГБ на жёстком езде. Игралый процесс полностью состоит из трэш-чернивки. Каждые 20 секунд людей режут на части, протыкают ножами, выбрасывают из окон, убивают выстрелом в лоб и подвешивают за шею. И это ещё даже не появили зомби. Игрок принимает в этом самое непосредственное участие. Особенно жестокие моменты случаются, когда противники сходятся в силовом поединке. Задача игрока – успевать нажимать кнопки, а на экране в этот момент ломаются кости, бьются морды и творится прочий беспредел. К сожалению, все это очень быстро наблюдает своей применейностью и назойливостью. Наша оценка игрового процесса – всего 2 балла. Внешне игра хочет казаться симпатичной, но это только поначалу. Со временем приходит осознание того, что недоработок очень много. Например, модели персонажей выполнены неудачно. Постоянно мешаются какие-то мелкие объекты, через которые невозможно пройти или перепрыгнуть. Но есть и приятные мелочи. Работа камеры в видео вставках очень хорошая. Смотреть их – одно удовольствие. Что интересно, общее впечатление от внешнего вида игры приятное для проекта такого уровня. Только поэтому мы поставим в игре целых 3 балла по графику. Несмотря на все ранее отмеченные недостатки, звуковое управление вполне хорошее. Актеры справились с поставленной задачей и слушать их интересно. Спецэффекты также оставляют приятное впечатление. Мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры, а наша оценка звука – 4 балла. Сядь, звезденыш! Еще не все кончено! Я же говорил, как я вам благодарен! Вы, парни, настоящие герои! Держи вертолет на месте! Лучше! Держи! Что у него с глазами? Боже! Жотто! Не надо терпеть! Выживешь! Тебя ждут великие дела! Это сон, да? Нет, нет! Я абсолютно реально! Хочешь потрогать? Шелл Шок 2 – кровавый след. У разработчиков явно не получилось сделать игровой процесс интересным. Приходится постоянно выдумывать причины, чтобы продолжить игру. Зато качество графики и режиссура может послужить примером для других игровых разработок второго эшелона. Наша общая оценка игры – 2 балла. Абсолютная линейность! Много скриптов и стрельбы! Игра лучше всего характеризуется выражением «трэш-угар». Что интересно, во время игры могут проявиться симптомы стокгольмского синдрома. В данном случае это когда игра вам совершенно не нравится, а остановиться не получается. Именно для таких геймеров наши ответы на вопросы по прохождению. Первый вопрос. Помогите мне выбраться из каких-то пещер, где взрывается мост над пропастью. Я уже все отбегал и никак не могу понять, куда идти. Отвечаем. Смотрите внимательно и запоминайте. Чтобы выбраться из этого места, нужно вернуться туда, где взорвался мост и пойти направо от него по узкой горной дорожке. Дальше все будет понятно. Следующий вопрос. У меня никак не получается пройти миссию, где на земле бегает толпа зомби, а прибираться можно только по крышам. Куда там идти? Отвечаем. В принципе, передвигаться можно не только по крышам, но сделать это будет сложнее. Чтобы выбраться из этой локации, необходимо подняться на второй этаж домика, где есть еще одна лестница на крышу, заваленная чьими-то останками. Если не получается воспользоваться этой лестницей, нужно убрать эти останки, взорвав рядом гранату, или просто пострелять по ним. Компания City Interactive достаточно плодовита, и редкий месяц обходится без очередной их подделки. Особенной любовью у ребят пользуется жанр 3D-шутер. Вот и сегодня в свете софитов фака оказался очередной шутер на тему Второй мировой. В этот раз целиком и полностью посвященный подвигам британских морских пехотинцев. Есть конторы, которые делают свои игры годами и даже десятилетиями. City Interactive не такая. Они выпускают по шутеру в квартал вот уже на протяжении лет 2-3. Пусть это не шедевры, но разработчиков по всей видимости сей факт абсолютно не заботен. Marine Shop Shooter, Sniper Art of Victory, обе части Code of Honor, серия Terrorist Takedown, SES Secure Tomorrow. Все они вышли из одного инкубатора. И вот перед нами очередной цепленок с грозным именем The Royal Marines команда. Действие игры происходит во время Второй мировой, а главные действующие лица — морские пехотинцы то ли из 3-й дивизии морской пехоты, то ли спецназа CBS. О принадлежности героев к какому-то конкретному британскому военному формированию игра скромно умалчивает. Рекомендуемые системные требования The Royal команда таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 6 ГБ винчести. С первых же секунд игры The Royal Marines команда становится понятно, что никакими сюрпризами, неожиданными поворотами сюжета и кинематографическими изысками нас баловать не собираются. Игра представляет из себя набор абсолютно несвязанных миссий, в ходе которых мы прорубаемся сквозь легионы компьютерных болванов, выреженных формой вермахта. Если бы не скупые видео вставки между миссиями, где нам постоянно напоминают, что мы щит и меч британского анклава, понять кто мы и что забыли в этих темных коридорах было вообще невозможно. Наша оценка геймплея 1 балл. Движеты The Royal Marines команда можно было бы смело использовать в каком-нибудь компьютерном ужастике а-ля Elon in the Dark. Все дело в любви разработчиков к темным коридорам, в которых темно, хоть глаз кали. К тому же он абсолютно не оптимизирован. Игра безбожно травматит и подвисает, вгоняет тем самым в тоску и уныние. Наша оценка графического оформления 1 балл. Со звуком дела обстоят не лучшим образом. Невнятное обрамотание начальства, неразборчивые комментарии напарников, лязка скрежет оружие и чуть ли не восьмибитные взрывы. Все это способно возмутить даже видавшего вида игрока. Наша оценка звукового сопровождения также 1 балл. Мистер! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Абсолютно неоптимизированный движок и ужасный треск из колонок не очень-то способствуют приятному времяпрепровождению. Однако, если вы все-таки решили задержаться у игры, то посмотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Продолжение следует... Вперед убиваю врагов налево и направо. Даже не смотрю на карту. А вообще, в игре есть альтернативные варианты прохождения или я все правильно делаю? Отвечаем. Вы все делаете правильно. Прохождение игры, впрочем, как и сюжет, абсолютно линейен. Игрок тут выступает в качестве вооруженного до зубов поезда, летящего по рельсам уровней с крысерской скоростью. Не волнуйтесь. Ничего важного вы не пропустите. После приобретения корпорации NVIDIA технологий PHYSICS, игры с поддержкой физических ускорителей перестали попадать в поле зрения игровой общественности. Но вот малоизвестная студия X-Key решила нарушить молчание и выпустила свою игру iFluid, повествующая о трудном и извилистом жизненном пути обыкновенной капли воды. Проект iFluid далеко не первая игра в своем жанре. И чем-то напоминает помесь World of Goo с древней головоломкой The Incredible Machine. Все, чем нам придется заниматься, это руководить каплей воды и проводить ее из точки А в точку Б за максимально короткое время. Казалось бы, такая тривиальная задача должна повергать игрока в уныние. Однако из-за ряда особенностей геймплея, о которых вы услышите чуть позже, iFluid становится очень цепкой и не собирается отпускать геймера от монитора. В игре присутствует 15 уровней и три режима — Missions, Petals и Time Attack. Они открываются один за другим. В Missions мы просто преодолеваем полосу препятствий и не ограничены ни во времени, ни выборе маршрута. В Petals к этой задаче добавляется сбор каких-то красных штукоин, раскиданных по уровню. А в Time Trial, как следует из названия, главным соперником выступает секундомер. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 512 МБ оперативки, видеокарта на 256 МБ с обязательной поддержкой Physics и 400 МБ винчестер. Игровой процесс iFluid незамысловат и интуитивно понятен. Под нашим контролем находятся обыкновенные капли воды, решившие совершить ваяж по необъятному и полному опасности миру. Опасности заключаются главным образом в поверхностях, способных впитать воду, как по бумаге, шерсть, песок. Верными же помощниками являются всевозможные фрукты, способные подарить наши капли оживительную влагу. Комбинируя эти факты со способностью капли достаточно быстро скользить и даже подпрыгивать, мы пробираемся через лабиринты карандашей, скрепок, ложек, книжек и прочие домашние утвари до заветного флажка финиша. Наша оценка геймплея — 4 балла. Визуально iFluid на первый взгляд может показаться примитивным. Здесь действительно простецкие текстуры, однако это слегка и компенсируется физическим моделью игры. Используя на полную катушку возможностей физикс, игра в реальном времени просчитывает движения абсолютно всех объектов на экране и взаимодействия их друг с другом. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Аудиоряд игры от них не так щедро на сюрпризы. Минимум спецэффектов и однообразный саундтрек. Вот, пожалуй, все, что можно сказать о звуке. Наша оценка звукового сопровождения — 3 балла. iFluid, конечно, трудно назвать революционной игрой. Ей не хватает размаха и проработанности. Главная фича игры — полная поддержка физикс — выполняет свою роль и привлекает внимание геймерской аудитории, но не более того. Добротная игра, интересное взаимодействие игровых объектов и достаточно разнообразные уровни. Все это тянет на твердые 4 балла. iFluid проповедует ту же концепцию минимализма, что и нашумевший в конце 2008 года World of Goo. Фокус исключительно на игровой процесс в связке с физикой последнего поколения дают ошеломляющий эффект. А условно-бесплатная модель распространения лишь подогревает интерес публики. Как уберечь каплю воды и не дать ей испариться, вы узнаете, посмотрев наши ответы на ваши вопросы по игре iFluid. Первый вопрос. Иногда игра замирает и в левом углу начинает мигать какое-то сообщение. Но я не успеваю его прочитать. Как бороться с этим багом? Отвечаем. Это не баг, а техническое ограничение игры, которое означает, что ваши текущие графические настройки не соответствуют производительности системы. Попробуйте отключить сглаживание или применять разрешение. Должно помочь. К сожалению, игра неоптимизирована и может брыкаться даже на мощных системах. Следующий вопрос. А где в первом уровне в режиме Battles находится последняя красная штучка? Я никак не могу ее найти. Отвечаем. После того, как вы забрались на книжку и пробились сквозь поток скрепок, прокатитесь к левому верхнему краю и приведитесь к пеналу. Она лежит прямо на его краю. Следующий вопрос. А есть ли в игре какие-нибудь секретные уровни или потаенные места? Отвечаем. Попробуйте пройти игру до конца во всех трех режимах и, возможно, вам воздастся. Нами никаких секретов в игре обнаружено не было, если не считать таковыми короткие маршруты прохождения уровней, которые, как правило, собрежены со смертельной опасностью для капли. К примеру, вместо того, чтобы скакать по карандашам, можно срезать путь по листу бумаги. Конечно, если есть уверенность, что в конце пути будут разгрузаны капли, которыми можно будет подкрепиться. Вы знаете, что адроны состоят из кварков, а кварки обладают цветом и даже ароматом? Нет? Тогда скоро узнаете. Уже даже игру сделали про то, как взорвался большой адронный коллайдер и превратил население целого города в зомби. Одним словом, милости просим, зомбоукладчик Armageddon Riders, к вашим услугам. Удивительно, но быстрее всех на модное словосожедание отреагировали российские разработчики Таргем Геймс, которые недавно закончили работу над игрой под названием Armageddon Riders. Это своего рода автомобильный экшен с большим адронным коллайдером в главной роли, в непременных постапокалиптических декорациях и с автомобильными гонками на руинах главной научной стройки 21 века. Armageddon Riders с легкостью можно принять за не самую оригинальную злободневную шутку, но тут нужно понимать вот что. Автогонки на выживание — единственный жанр, который неплохо давался Таргем Геймс. На счету этих разработчиков такие проекты, как «Экс-машина» и «Слэдж-каммер». Игра позаимствовала у «Слэдж-каммер» технологию, но кардинально отличается от неповоротливого предшественника. Прежде всего масштабом. Хотя реальный коллайдер по размеру выезда кольцевой линии столичного метро, гонять по его гладким туннелям было бы явно скучно. Поэтому действия разумно переместили на поверхность, в руины неназванного «Наукограда», который, внимание, охвачен эпидемией зомби, вызванной чуть ли не излучением темной материи. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Armageddon Rider займет 1 ГБ. Зловещие мертвецы тут придуманы лишь для того, чтобы мы могли свободно шинковать их металлическими лезвиями своих машин, взрывать ракетами или давить колесами. Собственно, это занятие и станет для игрока основным. Сюжет здесь играет довольно посредственную роль, и в большинстве случаев откровенно притянут за уши. Тройка за геймплей. Что же касается внешнего вида, то в первую очередь в глаза бросается то, как по мере прохождения очередного уровня наша машина покрывается ровным слоем останков порубленных в капусту зомби. В остальном график очень напоминает предыдущий проект разработчиков Слэджхаммер. Кроме этого, совершенно непонятно световое решение локаций. Если бы не окровавленная машина и толпы зомби, в тех же декорациях можно было сделать непритязательный детективный квест. Тройка за внешний вид. Музыка, как и графика, совершенно не соответствует тому, что творится на экране. Что касается звуковых эффектов, то тут разработчикам совершенно нечем нас удивить. Все ровно и стандартно. Четверка за звук. Четверка за звук. В итоге мы имеем задорные гоночки без какого-либо внятного сюжета и с довольно однообразным геймплеем. Графическим исполнением игра также похвастать не может. Тройку получает сегодня гоночный экшен Armageddon Riders. Armageddon Riders. Отличная игра! Особенно если вы всю жизнь думали, что учебник по физике — это орудие убийства соседа по парте. А сейчас мы расскажем вам о том, как добиться успеха в нездоровом деле убийства зомбаков. Вопрос. Я играю в свободном режиме, но никак не могу накопить денег на апгрейд. Может, хитрость есть какая-нибудь? Отвечаем. Помимо денежных бонусов и очков за искалеченных зомби, можно заработать на поисках уникальных артефактов. Но больше всего денег дают за прохождение миссии и выполнение сюжетных заданий, так что откреститься от линейного прохождения никак не получится. Вопрос. На карте есть красные и желтые чекпоэты, но в обоих случаях мне там дают задания типа «Убейся зомби!» А есть ли у этих точках какая-то разница? Отвечаем. Да, разница есть, но проявляется она лишь ближе к концу игры, когда вас начнут приглашать участвовать в кольцевых гонках. Вопрос. Я никак не могу приехать к финишу первым. Что делать? Отвечаем. Во-первых, проверьте все свои обвесы. Обязательно обзаведитесь хорошим ускорителем. И самое главное, давите как можно больше зомби, даже если ради этого придется уйти с оптимальной траекторией. За большее число искалеченных монстров вам будут начисляться очки нитрускорителя. Следуя этим правилам, вы наверняка добьетесь победа. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить в форум на сайте moosdefistv.ru. Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moosdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok